привет друзья сейчас начнем как вы поняли из названия видео ролика речь у нас сегодня пойдет о креплениях экшн камеры к шлему казалось бы о чем тут рассказывать тема совершенно не популярны и не интересны и я хотел бы поделиться своими мыслями и рассказать вам о том каких мест крепления на шлеме нужно избегать дело в том что я ролики снимаю уже не первый год но снимал я их не для youtube а снимал просто так там для собственного использования и когда я катался на велосипеде вот на велосипедный шлем то крепление камеры закрепила на этом месте то есть высоко и получалось так что когда я еду на велосипеде куда поворачивается моя голова куда смотрят мои глаза туда же смотрят и камера это удобно но в силу того что камера закреплена высоко то есть выше уровня глаз навка в обзор камеры не попадал руль если на сильно наклонять камеру то видно руль но не видно что дальше даже у с учетом широкого угла поэтому вот это место она допустима но картинка получается не такая какой бы она была если бы в ней в нее попадал руль приборная панель мотоцикла или велосипеда бензобак и так далее вот все таки эти вещи хочется иногда добавлять видеоролик также камеру можно крепить к жилету вы знаете что существует различные жилеты для крепления экшн камеры они удобны кстати вид с них получается очень красивый допустим у меня крепление прям на груди где солнечное сплетение из переходников вот такого типа я их накручиваю очень много у меня получалось примерно где сантиметров 5 и плюс камера она у меня получалось чуть ниже подбородка но вид получалось прям как будто вот я еду на мотоцикле прям по центру но минус заключался в том что если мне хотелось бы что-то отметить видеоролики мне приходилось поворачиваться всем туловищем на мотоцикле там на большой скорости а это небезопасно и неудобно поэтому обычно те которые уже снимают видеоролики давно и пытаются в роликах отметить свой мотоцикл там показать приборной панель если они снимают например на какой скорости они едут или до скольки разгоняются то крепление крепится вот сюда на это место можно закрепить сюда на визор но во первых визор он сама себе хрупкий во вторых его придется сверлить и это закроет кое-какой обзора на камера будет как пятно на лбу будет мешаться в это место на лобное место не получится прикрепить потому что в холодное время суток когда едешь на мотоцикле то визор запотевает его время от времени приходится открывать чтобы он проветрился и потом опять закрываешь это неудобно и поэтому я пришел к решению нашел место где мне было бы удобно кто-то крепит камеру сбоку ну вы знаете вид получается не очень аккуратный не очень красивый во первых во вторых видно открывающийся закрывающийся постоянно визор надо нет на некоторых камерах экшн камера с широким углом видим даже самого человека но мне это не очень нравится мне кажется не очень красивым поэтому другой еще есть вариант можно все вот это дело сточить испортить шлем умеет новый шлем я покупал его за 5000 кстати у меня большая проблема с тем что мне тяжело для себя подобрать шлем из-за того что большая голова размер больше 60 вот я ездил в город искал 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 себе все шлем перемирил единственный который я на себя натянул мне получился вот этот шлем и можно вот эту часть сточить и прямо экшн камеру прикрепить болтами через переходники и и закрепить и будет достаточно хороший аккуратный вид но мне не хочется как я уже сказал портить шлем поэтому я решил закрепить камеру вот сбоку на этой стороне мог почему я выбираю правую сторону конечно лучше приоритетнее было бы выбрать сторону левую в чем смысл в том что на левой стороне у вас обзор камеры более богаче например на левой стороне видно встречку хотя и на правую тоже будет видно но на левой больше вот все движение дорожное движение у вас зачастую проходит с левой стороны они справа справа чаще всего обочина поэтому выгоднее крепить здесь но здесь открывается визор вы видите камера постоянно будет мешаться больше задевать ее рукой для того чтобы открыть вот поэтому я выбираю сторону правую с учетом настройки широкого угла вот сейчас я буду крепить я уже так для себя примерно определил то место который мне удобнее всего я креплю камеру и когда наступит лет я этот процесс протестирую я решил все таки взять маркер и отметить то место где должно стоять потому что на глаз попасть возможно не удастся я сейчас выбираю самое самое удобное место и отмечаем маркером есть контакт 3м скотч держит очень хорошо кто-то перестраховывается боится что скотч может отлететь но я вас уверяю что 3м это гарант качества и надежности даже при аварии когда падают мотоциклисты то ломается вот эти крепления нежели отклеивается вот эта накладка все то есть прицепился уже не отклеишь попрочнее его прижимаем друзья потом настраиваем камеру как нам надо кстати что хочу сказать я решил современные gopro сейчас идут беззащитных аквабоксов а так как учитывать то что на мотоцикле ездишь на больших скоростях и есть риск того что камеру можно уронить потерять поэтому я решил купить дополнительный защитный аквабокс для того чтобы камера была защита защищена в него снаружи это во-первых а во-вторых все-таки линза в которой будут попадать мошки очень быстро помутнеет поэтому вот я рекомендую использовать дополнительно к защите еще вот такой аквабокс друзья так это дело выглядит все сборе поэтому принимайте к сведению и ждите выпуска новых роликов всем спасибо пока